Больше за все от протяглой спякоты и отсутности дождей потерпела Припятская Полесья. У широкого района больше за месяц опадков не было на огол. Калинковицкий район, где учёры отбывались зажимки, первому в области пачал уборочную. На тыдень ранней, чем в минулом году, стартовать пришлось вымушено. Уличивающий стан сборжа, тягнуть долей было нельга. Жарило, конечно. Дождей не было практически. Самые весны. Конечно, немножко будет недоборно. Особо, я думаю, что большого недобора не будет в нашем хозяйстве. На сёнеуметровом пласте Глеба Гомельской области знаходится от 1 до 12 миллиметров продуктивные вельгати. Для сборжевых культур специалисты называют такую ситуацию катастрофичной. И наводкали зараз даже пользуются регулярно, кардинальных сменов не отбудется. На зерновые культуры, конечно, они повлиять уже не смогут на формирование урожая. То, что есть, то соберем, конечно. Мы уже работаем над этой темой. Но отставание прошлого года, мы видим, будет по зерновым культурам, конечно, большое отставание. Мы же реализуем не только на внутренней линии, мы на экспорт реализуем. Как и картофель, так и овощи. Может, часть на экспорт меньше пойдет, мы закроем внутреннюю линию. Компенсовать страты аграры избираются за кошку кукурузы, яку и посеяна, достатково. Да и працовать при такой спякосе справа звикла. По причине изменения у климата, оптимальное надворье бывает на Гомельше не только раз в пять годов. А для недохода по харчеванию можно не остерогаться. Бояться ничего не стоит. Картофелем, овощами, населением мы обеспечим хлебом госзаказ. Мы свой госзаказ выполним для хлеба. Так что я не думаю, что здесь надо волноваться и бояться.